Новости 24 продолжает эфир телеканала ННТ. Я Хадижа Курбанова. И вот какую информацию мы подготовили для вас сегодня. В России принесли ЕГЭ, а экзамены для девятиклассников решили отменить совсем. Об этом сообщает Минпросвещение России. Решение обусловлено рекомендациями здравоохранения страны. Конкретных дат проведения ЕГЭ еще нет. Сдавать экзамены нужно будет только тем выпускникам, которые хотят поступать в ВУЗы. При этом проходить они будут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Количество учащихся в аудитории будет уменьшено. Проведена дезинфекция помещений. Остальные получат оценки по итогам года. Период самоизоляции – это непростое время для каждого из нас. Любая помощь – цена в эти дни, как никогда. Поддержку в это время оказывает не только государство, но и неравнодушные сограждане. Так, небезразличные к проблемам людей махачкалинцы организовали благотворительную акцию. В благом деле активистов сопровождала и наша съемочная бригада. Зумруд Гамидова продолжит тему. Пожилые и многодетные, потерявшие работу и заработок семьи. К сожалению, далеко не для всех сегодня предусмотрена помощь от государства. И в этом случае подключаются неравнодушные дагестанцы. Акция о помощи началась через соцсети. Группа этих молодых людей попросила единомышленников и всех, кто имеет такую возможность, собрать денежные средства, чтобы обеспечить малоимущих необходимыми продуктами. Есть очень остро нуждающиеся люди. Иной раз заходишь, даже цепляет за душу. Всего за пару дней активисты оказали помощь более чем в 500 семьям. Выражаю благодарность инициативной группе поселок Новокихулай за предоставленные продукты в такой месяц Рамазан, в тяжелой ситуации. Спасибо огромное, дала вам здоровья. В продуктовый набор входит 5 килограмм мяса, куры, 5 килограммовые мешки сахара, муки, а также масла и чай. Продукты доставляли нуждающимся на дом. Мы смотрели другие фонды, в основном стояли крупы, рис. И мы подумали, что в этом положении у большинства людей уже, наверное, скопилось и крупа, и рис, и мука, и гречка. И мы решили дополнить это мясом. Почему мясо – это один из необходимых продуктов для жизнедеятельности человека? И мы, аль-хамду лилля, не прогадали. На призыв помощи откликнулись многие. Одни добровольцы пожертвовали деньги, другие накормились своей продукцией. Например, ребята из Какашуры отправили около тонны кур. Вот так, без громкой огласки и не требуя ничего взамен, несмотря на обстоятельства, они делают жизнь других людей чуть легче. Как таковой организации никакой нет. В группе 6-7 человек, все братья двоюродные друг к другу. Идея просто не стала поддержать дагестанцев соотечественников в это тяжелое время. Волонтеры соблюдают все необходимые предосторожности. Они обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Ведь сейчас для них главное не только обеспечить питанием нуждающихся, но и позаботиться о здоровье своих земляков. Я хочу обратиться к нашим дагестанцам, братьям мусульманам, всем, кто услышит эту запись. Помогите людям, как вы можете. Потому что в критических ситуациях проявляется искренность человека, его благонравие, его качество. Как он будет относиться к своему ближнему. Потому что завтра неизвестно в каком положении окажемся мы сами. Что будет дальше, никто пока предсказать не может. Но чем больше людей присоединятся к движению добровольцев, тем больше шансов, что забота о тех, кому тяжелее других, станет частью повседневной, послепандемической жизни. Замрут Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Муфтия Дагестана также продолжает благотворительную деятельность. На этот раз помощь получили больницы Кизляра и Кизлярского района. Помимо этого, жителям муниципалитетов раздали продуктовые наборы и погасили долги нуждающихся людей в магазинах. Подробности знает Хамзан Нурмагомедов. Стонный сам закупил эти капельницы, тысячу штук. Куда вы скажете, мы сейчас их передадим еще. Эти капельницы поступили в центральную городскую больницу Кизляра. Они необходимы в борьбе с коварным вирусом. Спасибо вам большое. Очень кстати ваша помощь. Здоровье нашим людям очень нужно. И мы большую благодарность вам выражаем за вашу помощь. Нам сейчас как раз очень кстати. Вы шаги за обстановку многому нет. Вот и до трех сабахадула. Мы развернули 10 отделений именно по пневмонии. Сегодня, в следующий день потихоньку идет на снижение. Вам, конечно, огромное спасибо, что с Махачкулой приехали. Мы нашли время. Еще 800 капельниц доставили медучреждения Кизлярского района. Там тоже говорят о положительной динамике и снижении темпов заболеваемости. Отмечается положительная динамика. Идет на спад потихоньку. Я сам работаю заведующим кардиологическим отделением. В этом же отделении остался. Отмечается значительно положительная динамика. Потому что дежурный я еще 4 дня назад. Я принимал 102 человека за сутки. За сутки. А вчерашний день 47 больных. Сегодня первая партия наших врачей вышла уже с Серебряковки. 14 дней отработали. Нормально вроде. Все сотрудники на ногах. Врачам также оказали материальную помощь и раздали им продуктовые наборы. А в честь профессионального праздника, Дня медицинской сестры, сотрудницам больницы передали цветы. Хотели бы выразить огромную благодарность и знательность за ваш труд и помощь, которую вы оказываете людям. Спасибо вам большое. Спасибо огромное вам. Спасибо за внимание. За праздничные наши девочки работают. Вам всего доброго. А мы постараемся сделать все, чтобы вы были счастливы и здоровы. Помимо помощи врачам, среди нуждающихся жителей Кизляра и Кизлярского района также распределили 300 продуктовых наборов. Я хочу отблагодарить фонд ИСАН, который протянул нам руку в такую трудную минуту. И все будут благодарны вашей помощи. Дай Аллах вам здоровья. Помимо этого, в местных магазинах погасили долги 11 малоимущих семей. Все они находились в трудном положении и были вынуждены брать необходимые товары без оплаты. Где-то вот эта сумма вышла, 14 тысяч. Представители муфтиата продолжат выезжать по всему Дагестану и оказывать всевозможную помощь населению, пока в этом будет необходимость. Хабзанур Магомедов, Алясхаб Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Кизляр, Кизлярский район. В больницах не хватает ни средств защиты, ни медикаментов. Попытались решить эту проблему волонтеры. Мы вместе. Так, из Бирбашской центральной городской больницы и Гунипской центральной районной больницы волонтерами были переданы комплекты СИЗов. Ранее работники медучреждения обращались на горячую линию и рассказали о нехватке средств защиты, из-за чего врачи оказались под угрозой заражения. Комплекты приобретены на средства, собранные на сайте «Мы вместе» и доставленные из Москвы в Махачкалу поездом. В них входят защитные комбинезоны, экраны, респираторы и перчатки. В Дербенте готовят к открытию госпиталь для больных пневмоний. Под него переоборудован корпус детского отделения центральной городской больницы. Глава Дербента Хизри Абакара вместе с главным врачом осмотрели помещение, поговорили с врачами, медсестрами и санитарками, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом. Все подробности знает Патимат Канапова. Госпиталь рассчитан на 145 коек. Здесь продолжается установка дорогостоящего медицинского оборудования, которое поступило от Сулеймана Керимова. Уже определены помещения для красной и чистой зоны. На территории больницы строится новое здание для дезинфекционной камеры. Его планируют завершить в течение 10 дней. Также ожидают специалистов, которые установят новый аппарат компьютерной томографии. У нас два провизорных госпиталя и один ковид-госпиталь. В ковид-госпитале лежат 14 человек. На сегодняшний день это те люди, у которых определен первичный или повторный положительный анализ и получают лечение. И в двух госпиталях у нас на сегодняшний день лежат 107 человек. Я могу ошибиться, потому что скорая сегодня интенсивно привозила людей. Это из них практически все с пневмонией. С двусторонней полисегментарной пневмонией практически все. В основном все тяжелые пациенты находятся в деревянке. И это будет следующий госпиталь, куда мы будем укладывать. Этот госпиталь, в принципе, готов принимать тяжелых пациентов, потому что здесь практически нормативы установления вот этих кислородной подводки привычны в три раза. Вот здесь, как мы говорили сегодня, поэтому мы готовы. Дербенская городская больница сейчас работает как центр предоставления медицинских услуг для всего Южного Дагестана. В провизорных госпиталях Дербента находятся пациенты в тяжелом состоянии. Других распределяют в стационары, открытые в дагестанских огнях, в Бадарии и Белиджах. В условиях пандемии все эти учреждения работают в режиме единой взаимосвязанной системы. Что мы сегодня увидели? Увидели, что 145 месяцев дополнительно сделали, кислороду поставили, комнаты хорошие. Видели оборудование, что ее не сорвали, она здесь стоит, от нее готовят площадку. Видели, что тепловизоры, которые говорили, что они уже исчезли, они на самом деле здесь. Их сейчас установят. Видели, что люди говорят, что брали деньги и что их не принимают. Поняли, что это люди, которые без направления пришли сюда, видно из-за спуга. И видели врачей, которые действительно работают сверх своей нормы. Сейчас растет количество пациентов с диагнозом пневмония. Люди, у которых присутствуют метаболические нарушения, наиболее подвержены неутешительному прогнозу. Детский реаниматолог Дербенской центральной городской больницы Севда Джан Мирзоева рассказывает о течении болезни COVID-19. Очень многое в прогнозе зависит от сопутствующих хронических заболеваний. От состояния организма на момент вирусной инфекции. От отсутствия метаболических нарушений. Это считается одним из основных критериев тяжести прогноза. Но вскрытие показало, что определенный контингент, больных сейчас они будут называть, то есть там тоже метаболические нарушения, у них больше смертность. Ушел из жизни главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиамаров. Известному дагестанскому специалисту было 67 лет. Последние дни он находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Магомед Алиамаров с конца 70-х годов работал с ведущими борцами России и Азербайджана. На последнем чемпионате Европы в Италии женская команда под его руководством завоевала первое общекомандное место. Коронавирус или пневмония, вспышка чего сейчас зафиксирована в Дагестане? Как врачи справляются с потоком больных и какими лекарствами лечат болезнь? Об этом мы поговорили с главным пульмонологом Минздрава Республики Дагестан Кубатаем Масуевым. В первую очередь врачи рискуют, страдают, очень тяжело. Во вторую очередь перегружены все вот эти лаборатории, которые делают анализ, они буквально захлебываются. Если анализ, который необходимый, вот сегодня сделал, завтра должен быть ответ через 5-6 дней. Не потому что не могут наши, а потому что не успевают. Полное интервью смотрите сразу после выпуска новостей, но я на этом завершаю. Вам всего доброго. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»